Поздравляем! 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 Слова благодарности со сцены Рязанской филармонии звучат для тех, кто посвятил свою жизнь детям. Учителя, наставники, педагоги, у всех тех, кто готовит молодое поколение ко взрослой жизни, должны быть не просто профессиональные компетенции, но и другие навыки. Человек должен быть абсолютно открытым этому миру, чтобы чувствовать, что в нем происходит. Правильно реагировать, правильно подбирать слова, правильно находить методы. Это очень важно. Он должен быть тонким психологом, у него должна быть развитая интуиция. Без этого невозможно. Награды за свой труд сегодня получали десятки педагогов. Двоим присвоили звание почетного работника сферы образования. Психолог Центра педагогической медицинской социальной помощи Ермишинского района Елена Березкина и учитель начальных классов школы номер 3 города Касимов Александра Соловьева. Но достойны этого звания, конечно, и многие другие. У каждого своя история. Я еще росла в то время, когда были пионеры октябрята. И вот наша работа с октябрятами, с младшими детьми, всегда меня восхищала и вдохновляла. Поэтому, наверное, вот это явилось стимулом. Второе, я родилась в многодетной семье. И занятие с братьями и сестрами было для меня тоже всегда интересно. Потому, наверное, и выбрала. О чем не жалею уже 33 года. Однажды в детстве я посмотрела фильм «Весна на Заречной улице», где был очень красочный образ учителя русского языка и литературы. Мне тоже хотелось, чтобы меня уважали, чтобы меня любили, чтобы я могла давать знания тем людям, которые будут рядом со мной. И поэтому уже в детстве определилась выбором. Профессия учитель сегодня одна из самых востребованных. И в России, и в регионе. По словам молодых педагогов, стоять у доски сегодня не только престижно, но и интересно. Наверное, в юности, когда я еще училась в школе, я не хотела быть учителем. Хотя мне всегда очень нравилась суть этой профессии. А когда я закончила университет и попробовала себя в этой роли, то мне очень понравилось. Я как-то втянулась. И вот уже четвертый год работаю учителем английского. Главная задача большой учительской недели – это подчеркнуть важную роль педагогов в обществе. В эти дни в Рязанской области в Министерстве образования будут поздравлять участников конкурса на получение денежного поощрения. А завершится праздничная неделя – всероссийская акция «День с педагогом и наставником». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». День с педагога, Михаил Лазуткин, телекомпания «День с педагогом и наставником». Продолжение следует...